Приступаем к записи. Всем привет, дамы и господа, Эйди на связи и сегодня посмотрим два мода для GTA San Andreas. Первый из этих модов, он добавляет вот такой вот бункер из GTA 5, а второй мод, хочу вам показать его сразу, это просто мод на новую карту. Вот, запоминаем и сейчас я сделаю переход. И вот новая карта перед нами, вот так все это смотрится, довольно-таки симпатично, особенно все эти моря, озера, реки. Очень красивый цвет подобрали и карта сама по себе очень приятная. Также меняются иконки на карте, они почти как оригинал, но по качеству чуточку лучше. И также этот радар мне сломал русский язык, но ладно, давайте посмотрим, наверное, на бункер. Это очень популярный мод, он вышел в 17-м году, его можно купить, сам бункер. А мод вышел в 17-м году, его скачало где-то около 20 тысяч человек или просто 20 тысяч раз. И вот, пожалуйста, нас уже знакомят с бункером. Честно говоря, я не помню такой бункер в GTA 5, возможно, я просто плохо искал, либо подзабыл, но что-то не припоминаю такого. Но здорово, что его добавили в GTA Sand Race. Посмотрим, тут также есть одна миссия, как бы это странно не звучало. И вот мы его купили, по-моему, он стоил 170 тысяч долларов. Честно, я подзабыл, не обратил внимания, но где-то вот в таком диапазоне, тут нас пока знакомят с авторами. Эйни, там что-то пишут на испанском, который мы вообще не понимаем, писали бы на английском. И вот, пожалуйста. Кстати, я пока не советую заезжать сюда именно на машине, потому что, возможно, будут вылеты. Да, я пробовал, что-то не получилось. И также нас там поджидает джип Меса. И вот мы оказались внутри этого бункера. Вот когда я заезжал сюда на машине в первый раз, то у меня игра зависла. И вот, пожалуйста, такой бункер сделан очень классно. Прям передается атмосфера бункера. Вот все эти стены каменные, просто какая-то пещера, переделанная под какую-то базу. Но знаете, что обидно? То, что тут мало вещей каких-то интерактивных. То есть просто коридоры. Но есть также где-то главный центр. И там у нас может... Да, вот. И тут начинается миссия, кстати говоря. Тут также тиры есть, какие-то чертежи, записи. Но почему нету оружия, я не понимаю. Ну, хотя бы добавили бы. Это же бункер все-таки. Нужно было добавить оружие. Но пока что тут нельзя сохраняться. Но как мы пройдем данную миссию, можно будет сохраниться. Вообще миссия довольно-таки простенькая. Нужно доехать до Лос-Антоса. И я думаю, что мы пройдем эту миссию. Да, чтобы обзор не был коротким. Потому что многие не любят короткие обзоры. И я этот момент времени промотаю. И мы уже окажемся в Лос-Антосе. Ехать очень легко. Просто по маркерам. Вон желтый маркер на карте. И тупо едем в сторону Лос-Антоса. Итак, подъезжаем к этому месту. Вот тут уже нас ждет маркер красный. И смотрим, что происходит. Кстати, тут вот баласы. Вот фургон, который нам необходимо украсть. Да, жалко, что на испанском субтитры. Я бы хотел прочесть. Хотя бы на английском. Но испанский. По-моему, это испанский, если я не ошибаюсь. Так, давайте возьмем в руки, наверное, каваш. Так, мы подошли. Баласы нас заметили. И сразу вышли. Скажу заранее, я прописал, ну, поставил чит-код на бессмертие, чтобы не облажаться. А просто вам показать. Господи, а почему трассера летят наверх, а не в человека? А, я понял. Кстати, также эта карта, как я понимаю, еще меняет прицелы. Потому что до этого не было таких прицелов. Но, кстати, такой прицел я любил использовать в Counter-Strike. Именно такая точка небольшая. Ну, мне казалось, что это очень точный прицел. Но что-то вот тут в San Andreas он меня подводит почему-то. Раньше было точнее все. Ну, ладно, это так. Небольшие придирки к именно карте. Но карту вы можете не ставить. Можете просто бункер поставить и пройти эту миссию. И потом, по-моему, можно уже сохраняться в этом бункере. И также можно заехать на этой машине туда. И вот появляются новые маркеры. И мы сейчас должны заехать обратно на пустыню в сторону бункера. Итак, я подъехал к бункеру. Не успел записать этого. Но просто появляется темный экран. И мы уже оказались внутри. И теперь нам это место приносит доход. Вот я не помню, можно ли будет сохраняться. Но, по-моему, да. Но доход появился. И вот мы должны выйти с фургона. И, пожалуй... Вот, да, появилась эта иконка сохранения. Отлично. И также это место приносит нам прибыль. И также на улице стоит Меса. По-моему, она там всегда стоит. Как наш транспорт. Джип Меса. Также, что я вам не показал. Тут еще есть тир. Если я не ошибаюсь. Должен быть тир, где можно потренироваться. Да, вот так все это смотрится. А перелезть нельзя, да, никак? А, нет, можно. Посмотрите. Вот тут я еще не был, кстати. Может, какие-то секретные зоны я увижу. Но, кстати, вот прицел новый. Да, такая точка. Но что-то она не очень точная. К сожалению, тут ничего не активируется. Просто... Но прикольно то, что добавили миссию заскриптованную. И это классно. Это редко где так происходит, чтобы к таким объектам добавляли еще миссии. Но на этом тоже спасибо. Можем купить содовое, это клавиша Enter, сохраниться и забрать прибыль. И, в принципе, такой вот мод. Два мода на бункера. Ой, мод на бункер и, конечно, мод на новую карту. Карта как-то называется Doomsday. И давайте попробуем отсюда выйти. Подождите-ка. А, это просто был терминал с газировкой. Тут какие-то станки непонятные. А может, это не станок, а трансформатор. Ну, ладно. Так, давайте... Стоп, а где машина? Неужели она пропала? Ну, ладно. Давайте выйдем отсюда. И вот мы уже оказались снаружи. Вот такие два мода, ребят. Вот наша месса. И давайте еще раз карту посмотрим. Вот такая красивая карта. Но вот вода, конечно, очень красиво нарисована. Прям приятная. Ладно, всем спасибо за просмотр. Говорил и показывал я Эдди. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Адьос. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.